Это Prime Time. И напомню, главная тема сегодняшнего выпуска – посевная кампания в Казахстане. Она уже полным ходом идет на юге страны. Засеяно примерно полтора миллиона гектар. Для экономии воды и земледельцы уменьшают посевы посевные площади хлопка и переходят на менее влагоемкие, бахчевые и кормовые виды культур. А вот в северных регионах Казахстана работы еще не начались. Связано это в первую очередь с паводками и погодой. В ближайшие дни синоптики обещают дожди, поэтому приступить к обработке полей аграрии планируют во второй декаде этого месяца. Подробно о посевной и полевых работах расскажет мой коллега Рауль Габитов. Мактаральский район Туркестанской области всегда славился своими хлопковыми полями. Всего здесь 60 тысяч гектаров посевных площадей и хлопок занимает больше половины из них. Но ситуация меняется. Поливной воды становится все меньше, потому и хлопкоробы вынуждены адаптироваться к новым реалиям. Цены на хлопок сильно упали, а эта культура требует больших расходов. В прошлом сезоне мы с трудом покрыли свои вложения, поэтому переходим на бахчевые, овощи и люцерну. Тем более воды не хватает. Мы заключили договор с одним заводом. Они обеспечивают нас семенами, выделяют деньги. Урожай мы будем сдавать им. Наш район всегда был хлопководческим. У нас вся техника закуплена под хлопок, поэтому сразу перестроиться под другие культуры не получится. Будем постепенно диверсифицироваться. Всего по стране хлопчатник сократят на 16 тысяч гектаров. Меньше внимания уделят и пшенице. В приоритете сейчас масличные и кормовые культуры. Их посевы планируют увеличить на 400 тысяч гектаров. Аграриям на сегодняшний день отгружено 453 тысячи тонн удобрений. Это 30% от плана на 2024 год. В наличии у фермеров 150 тысяч тракторов, около 5000 единиц высокопроизводительных пассивных комплексов и 76 тысяч селок. Техника готова к работе на 98%. Успех фермера складывается из нескольких факторов. От погоды до наличия поливной воды. А еще важно соблюсти все агротехнологии. И тут важно, чтобы были деньги. Но прошлый сезон выдался не совсем богатым на урожай, потому финансовое положение у многих казахстанских аграриев сложное. Это стало поводом для запуска новой программы по выдаче льготных агрокредитов под 5%. Этот новый продукт финансирует фермеров, которые имеют землю, которые работают на этой земле. Если у него не хватает собственных залоговых обязательств покрыть, нет дополнительной недвижимости, техники или еще чего-то, то за него может до 85% залога обеспечить байтерек. На льготное финансирование весеннеполевых работ в этом году направят 580 миллиардов тенге, 400 из которых как раз-таки составит дополнительный объем заемных средств под 5% годовых. Вопрос финансирования агросектора сейчас на особом контроле у правительства. На недавнем заседании премьер-министр страны поручил распределять субсидии между аграриями справедливо. Они должны расширять возможности сельчан и увеличивать объем продукции, а не становиться доходом крупных игроков отрасли. Раул Габитов, 24КЗ.